МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Эпидобстановка в Ненинском округе ухудшается. Все образовательные учреждения в городе Наринмаре и поселке искателей переводятся на дистанционный формат обучения. Невозможно добраться. На зимнике Наринмар-Усинск сложилась критическая ситуация. Закрытие зимника из-за погодных условий привело к большому количеству скоплений автомобилей на Харьяге. В Госдуме в первом чтении принят закон об общих принципах организации местного самоуправления. Законопроектом предлагается ввести одноуровневую систему организации МСУ на местах. Штамм Омикрон зашел в Ненинский округ. Начали болеть дети. На оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции решали вопрос о переводе на дистант учащихся образовательных учреждений. На оперативном штабе озвучили текущую статистику по заболеваемости детей. Из-за неблагоприятной педобстановки в настоящее время на дистанционное обучение уже переведено 52 класса в общеобразовательных школах. В общей сложности на дистант ушли 1598 детей. Ситуация в школах города и поселка искателей остается напряженной. Поэтому на штабе приняли решение перевести всех учащихся общеобразовательных школ средних специальных учебных учреждений с 27 января по 3 февраля на дистант. Такое же решение принято в отношении воспитанников учреждений дополнительного образования. Что касается первоклассников, то на это время они уйдут на дополнительные каникулы, которые им полагались в феврале. Дети в селах продолжат обучение в вочном режиме. Губернатор поручил профильному департаменту организовать работу поликлиник с учетом оказания населению плановой медицинской помощи. Другие заболевания никто не отменял. У нас очень много болеет сейчас детей. И причем дети самого разного возраста. Начиная от месячного и заканчивая там школьниками старших классов. И опять же, работу детской поликлиники нужно настроить таким образом, чтобы ни в коем случае те дети, которые болеют не микроном, были заброшены. Не все родители врачи. Поэтому они нуждаются в этой помощи. Разводите потоки, чтобы при необходимости лечить не только ковид, но и другие болезни. Глава региона взял на личный контроль ситуацию по оказанию медпомощи в детской поликлинике. Кроме того, в ходе штаба приняли решение перевести офисы МФЦ и учреждения социальной защиты на режим работы по предварительной записи. Объекты малого и среднего бизнеса пока продолжат работать в прежнем режиме. Что касается текущей статистики заболевания коронавирусом, то за прошедшие сутки в регионе выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших 14 жителей Наринмара. Также зарегистрировано 4 привозных случая из Москвы и Архангельска, сообщает Управление Роспотребнадзора по Нинницкому округу. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, сейчас на лечении в стационаре окружной больницы находятся 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 161 житель лечится на дому. В регионе зарегистрировано 89 летальных исходов от коронавируса. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 651 человек. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3680 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 3423 человека. За прошедшие сутки – трое. Напомним, что в Нинницком округе действует режим повышенной готовности. Работает посты педконтроля в аэропорту Наринмара, на посадочных площадках в Нижнепёше, Оми и Нисси. Обязателен масочный режим. Введена система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача по НАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Длительное закрытие зимника Наринмар-Усинск из-за неблагоприятных погодных условий привело к тому, что в регионе Харьяге скопилось, по словам очевидцев, несколько десятков легковых автомобилей. Есть также информация из неофициальных источников об автомобилях, уже попавших в снежный плен. Эту информацию проверят представители Центра стройзаказчика и подрядные организации, которые днём 26 января выехали на зимнюю дорогу. На самом деле, на самом зимнике, где обслуживает подрядчик, является техносфера, всё нормально. Там, так сказать, всё убрано и нет снега. А, так сказать, не могут люди проехать по другой территории, именно к самому зимнику. Значит, напоминаю для наших зрителей, что официально с 24-го числа, значит, после обеда, эта дорога была закрыта по метеоусловиям. Но, к сожалению, некоторые люди, так сказать, поехали на свой страх и риск. Но, соответственно, мы никого не бросаем, работы подрядчикам продолжаются. Значит, напомню, что там до сих пор ещё идёт метель, поэтому, что затрудняет существенно работы по уборке, ну, по уборке, так сказать, дороги. Вот, сегодня в ночь должна метель закончиться, предварительно иметь его прогноз. И, соответственно, так сказать, в течение где-то суток мы ориентируемся, что дорога будет расчищена до нормативного состояния. Многие автомобилисты игнорируют информацию о закрытии зимника и пытаются прорваться в Наринмар на свой страх и риск, что приводит к плачевным ситуациям. На момент записи этого интервью решался вопрос об отправке на зимник бригады спасателей. для проведения соответствующих задач. Выводы по содержанию зимней трассы будут сделаны после проверки. Ну и, соответственно, значит, с подрядчиком наш центр строительства заказчиков проведёт соответствующую работу. Тоже, так сказать, если они плохо работали, то наложим штрафные санкции и держим руку на пульсе по, так сказать, работе, по расчистке проезда для наших жителей. Следите внимательно за информацией о состоянии зимника. Не рискуйте понапрасну. О текущем состоянии зимней дороги на Наринмар-Усинск можно узнать по номеру телефона, который вы видите на своём экране. Россия занимает пятое место в мире по числу пациентов с заболеванием с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет. По данным Росстата, официальная статистика заболевших более 5 миллионов человек. Однако, по неофициальным данным, это число достигает 10 миллионов. Как выявить заболевание на ранней стадии, расскажет Наталья Дуркина. Выявить диабет на ранних стадиях помогает диспансеризация, а также наблюдение за своим состоянием здоровья. Если вы на протяжении продолжительного периода замечаете у себя сухость во рту, постоянное чувство жажды, сухость кожи, внезапное изменение массы тела, образование гнойных процессов на поверхности мягких тканей, плохое заживление ран, слабость и потливость, необходимо обращаться к эндокринологу. Проблема сахарного диабета всегда находится на особом контроле, как у медицинского сообщества, так и у органов власти. На сегодняшний день у нас с диабетом первого типа болеет 26 деток. Это дети разного возраста. И порядка 1700 взрослого населения страдает диабетом первого и второго типа. Все эти жители, которые имеют диагноз сахарного диабета, не имеют права на бесплатное получение лекарственных препаратов. Мы в начале года объявляем аукционы на обеспечение этих граждан лекарственными препаратами для лечения сахарного диабета, а также для того, чтобы лица могли контролировать самостоятельно свой статус. Препараты закупают на год, а затем при выявлении новых случаев количество лекарств корректируется. Также для жителей закупаются тест-полоски, чтобы граждане могли самостоятельно контролировать свой уровень сахара. С системами непрерывного мониторинга глюкозы пока что обеспечено двое малышей. Данный формат измерения предназначен для круглосуточного контроля уровня сахара в крови, в том числе и во время сна, позволяя лечащему врачу наблюдать динамику изменений и более точно скорректировать курс лечения. Использование такой системы не требует прокола пальца ребенка, что является более усовершенствованной формой измерения уровня сахара в крови пациентов детского возраста. По поручению губернатора были обеспечены двое деток, которые имеют диагноз сахарный диабет. Всего на учете, я уже сказала, у нас стоит 26 детей. У двоих детей стоят помпы, которые осуществляют введение инсулина в кровь детей. Для того, чтобы нам промониторить состояние оставшихся детей, то есть мы планируем закупить ридеры для оставшихся 22 детей. И по потребности, по назначению врача, ридеры будут установлены в детском насилии. Каждый прибор представляет собой датчик и сканер. Первый крепят к задней поверхности плеча. Он собирает информацию об уровне глюкозы в крови. Сканер ее не только считывает, но и показывает динамику. Повышается сахар или наоборот падает. На данный момент полностью избавиться от сахарного диабета нельзя. Однако облегчить симптомы и предотвратить осложнение вполне реально. Прогноз лечения болезни при всех ее типах условно благоприятный. При правильной терапии и соблюдении режима питания пациент остается трудоспособным и может держать диабет под контролем. Александра Литкова, Наталья Дуркина, Леонид Шишевов, Телеканал Север. Безопасность превыше всего. В аэропорту Наринмара действуют усиленные меры профилактики по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, весь транспорт Наринмарского авиаотряда ежедневно обрабатывается дезинфицирующими средствами. Александра Литкова продолжит тему. Любое общественное пространство, в том числе здание аэровокзала, автобусы для пассажиров, салоны самолетов и вертолетов – зона риска при передаче вируса. Поэтому тщательную обработку наземного транспорта и воздушных судов, задействованных на местных авиалиниях Наринмарского авиапредприятия, проводят ежедневно. После того, как прилетает самолет, выгружают людей, и мы перед тем, как зайти в самолет, обязательно проводим обработку самолета, дезинфекцию. Люди выгружаются, никто туда больше не заходит. Мы обрабатываем, и утром люди садятся уже в дезинфицированный самолет. Санитарную обработку всего транспорта Наринмарского объединенного авиаотряда, который совершают вылеты внутри региона, в среднем проводят 250 раз в месяц. На послеполетном выполняют тех состав, тем же самым допущенным составом автобусы обрабатывают специалисты службы спецтранспорта. В случае выявления больных, либо на воздушном судне, либо, если кто-то из специалистов в авиаотряде заболеет, обработка произойдет уже специализированной выездной бригадой. На сегодняшний день на региональных перевозках пассажиров задействованы 18 вертолетов Ми-8, 5 самолетов Ан-2, 2 автобуса и 1 микроавтобус в аэропорту Наринмара. Александра Литкова, Леонид Шишевов, Телеканал Север. В Государственной Думе в первом чтении принят закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Законопроектом предлагается ввести одноуровневую систему организации самоуправления на местах, установить полномочия муниципалитетов, а также усилить ответственность глав муниципальных образований. Согласно документу, местное самоуправление будет осуществляться в городских и муниципальных округах, а также во внутригородских территориях городов федерального значения. Таким образом, считают инициаторы закона, с помощью одноуровневой системы организации местного самоуправления можно будет создать новую систему организации власти, основа которой принцип привязки к населению. Очень непростой проект закона, было по нему очень много вопросов, очень эмоциональные были обсуждения на комитете. Понятно, что время не стоит на месте, нельзя бесконечно вносить изменения в действующий 131 закон о местном самоуправлении. Но вот та модель, которая сегодня предложена инициаторами данного проекта закона, безусловно направлена на обновление в целом модели организации деятельности органов местного самоуправления, затронуты вопросы полномочий, органов местного самоуправления, компетенции, ответственности. Законопроектом предлагается установить закрытый перечень из неотъемлемых полномочий местного самоуправления и тех, которые могут быть перераспределены на региональном уровне. Это позволит обеспечить индивидуальный подход в каждом регионе. Также вводятся два вида муниципалитета – городской округ и муниципальный округ, за исключением городов федерального значения. За всю территорию муниципального округа будет отвечать единая местная администрация. Меня заверили в том, что сегодня в наших поселениях в Ненецком автономном округе безусловно органы власти остаются в виде отделов, подразделений. Именно уровня муниципального образования будут работать сотрудники. Руководители муниципальных подразделений местного самоуправления в поселениях будут назначаться. Обсуждение законопроекта будет продолжено между первым и вторым чтением. Вопросов очень много, коллеги. Предложений было очень много. Очень много предложений от наших глав муниципальных образований. Поэтому между первым и вторым чтением мы будем все это подробно рассматривать, обсуждать, вносить поправки, сделать все возможное для того, чтобы все-таки самое главное, подчеркиваю, самое главное, чтобы органы власти, органы местного самоуправления, чтобы мы работали с людьми, с жителями самых отдаленных населенных пунктов. Предполагается, что основная часть положения законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления. Федеральный проект «Единая страна. Доступная среда» партия «Единая Россия» был реализован в Центре социальной адаптации «Особое детство». Данный проект направлен на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями и вовлечение инвалидов в общественную жизнь страны. В Центре социальной адаптации «Особое детство» были созданы все условия для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. Появились пандусы, установлена специализированная сантехника. И не только. Во-первых, хочется сказать огромное спасибо и начать со слов благодарности партии «Единая Россия» за то, что мы сегодня реализовали данный проект. На самом деле это большой проект, который был направлен на реализацию такой программы, которая помогает маломобильным людям передвигаться по нашему зданию и прилегающей к нему территории. Благодаря этому проекту мы реализовали такие для нас значимые моменты, как установка пандусов для подъема и спуска, ремонт входной группы. Сегодня у нас центральный вход перемещен совершенно с другой стороны. В свое время он был в очень плачевном состоянии. Вот сегодня вы, входя в здание, видите, как красиво и светло у нас стало. И плюс цементирована дорожка перед зданием для того, чтобы можно было передвигаться беспрепятственно на коляске. Также отремонтирован полностью санузел по ГОСТу, по СанПину. Установлена специализированная сантехника. С порочнями, с специальными элементами, которые помогают маломобильным людям посетить данное помещение. На стадии реализации проекта возникли определенные сложности, связанные с логистикой труднодоступного региона. Небольшая сложность была связана с дорогой, потому что мы попали в межсезонье, и доставить оборудование очень быстро не получилось. То есть проект зародился еще в сентябре, и только в январе этого года удалось его до конца реализовать. То есть частично мы его сделали и в сентябре, и в октябре, и так далее. Но вот само оборудование пришло только к нам в январе месяце, и мы его поставили буквально на днях. Проект направлен на создание физической доступности объектов городской инфраструктуры для маломобильных граждан. Его цель – увеличить количество людей с инвалидностью, вовлеченных в современное общество, создать для них комфортные условия для жизни. В Наринмаре накануне отметили День российского студенчества по традиции весело и креативно. Как отмечали праздник студенты Ненецкого округа, расскажет Василий Хатанзейский. Массовое катание на коньках День студента стало уже доброй традицией. Ежегодно 25 января центром притяжения молодежи становится ледовый каток, где для учащихся средних профессиональных учебных заведений проходят конкурсы. Конкурсы и эстафеты для местных студентов дали возможность не только провести время в компании учащихся из своих учебных заведений, но и познакомиться со студентами из других профессиональных заведений. Студент Наринмарского социально-гуманитарного колледжа Михаил пришел на каток именно с этой целью. Как ты решил отпраздновать сегодняшний день студента? Прийти покататься на каток, познакомиться с новыми людьми, узнать что-то новое, от них, может, я от себя поделюсь чем-нибудь. В студне принимали участие студенты Немецкого аграрно-экономического техникума. Будущие юристы Даниил и Степан уже во второй раз отмечают День российского студенчества. Этот знаменательный день я решил провести со своими друзьями, одногруппниками. Сходите на каток. Ты как решил провести? Студенческая жизнь для будущих профессионалов это не просто изучение профильных предметов и отработка знаний на практике. Это и общественная деятельность, в которой ребята обретают новое и полезное знакомство. Что веселого в студенческой жизни? Что веселого? Конкурсы всякие. У нас проходит театр, вот есть театр. И иногда мы ходим туда, смотрим. Ребята для нас делают представления, нам это нравится. Провести праздник со своими бывшими одноклассниками ради этого приехала студент Каменинского университета Полина Семяшкина на каникулы. День всех российских студентов совпадает с учебным календарем. 25 января является одновременно последним днем 21-й учебной недели традиционным окончанием экзаменационной сессии первого семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы. Ну, у меня новогодние каникулы как раз выпали на день студента. У меня сейчас выходные в университете. И я решила, почему бы не провести с такой пользой дни в своем родном городе. А вообще, как тебе студенчество? Что тебе больше всего запомнилось? Ты первый курс? Да, первый. За полгода. Вот что тебе больше всего запомнилось? У нас... Так сходу не сказать, но студенчество – это очень крутая пора. У меня очень классный коллектив. Мы всегда участвуем в каких-то мероприятиях, помогаем их организовывать, участвуем в научных конференциях, так как я будущий педагог. Студень выдался на ура. На протяжении всего вечера в адрес студентов звучали поздравления. Ну а сами студенты позволили себе немного отдохнуть от учебных лекций и повеселиться. В рамках праздника также наградили студентов-волонтеров, участников Всероссийского волонтерского движения «Мы вместе». Василий Хатанзейский, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...